Доброго времени суток, Ютуб! Сегодня маленькое-маленькое видео, последнее мое, я хочу снять про свои покупки, покупки начала ноября. Я вчера была в новом магазине, рядом с моим домом открылся новый маленький магазинчик, там продается косметика и бытовая химия. Все это из серии масс-маркета идет. Я зашла посмотреть, оценить. В принципе, я надеялась встретить там косметику Essence, но, к сожалению, там ее не было. Bourjois, Maybelline, Max Factor, L'Oreal. В общем, я покажу, что я купила. В 100 500 раз я купила себе Max Factor Lasting Performance. Странный мой выбор. Дело все в том, что я перешла сейчас на другие крема. Мне очень нравится Estee Lauder Stay in Place. Но сейчас я очень темненькая еще, пока загар немножко держится, я не могу себе позволить ходить с белой маской на лице, потому что просто, ну, так не будет крема видно, но будет видно, что отличается тон лица и шеи. Уж больно у меня лицо будет светлым, а шея темноватая. Поэтому я пока вот взяла себе Max Factor. То, чем я пользуюсь. Номер 101. Ivory Beige. Не знаю, видно, не видно. О, ну, разве тут что-то увидишь? Он такой с розоватым подтоном, но не сильно светлый. То есть он, в принципе, сейчас он не идеально подходит. Причем, самое что интересно, рука у меня более загорелая, чем лицо. Вот. Но, как бы вот такому крему я нормально. Следующее, что я взяла, Nail Art Kit. Вот такая вот двойная штучка, наборчик от Pupa. Вы можете видеть у меня вот ноготки. На мои супер короткие сейчас ногти сделала я себе кракелюр. Цвет у меня, значит, набор номер 921 White и Pop Pink. Открываем. Вот такие вот два лака. Белый очень понравился. Белый просто великолепный цвет. Он одним слоем ложится потрясающе. То есть он не полосатит. Он сразу покрывает полностью непрозрачный, матовый. Розовый это лак кракелюр. Что мне не понравилось? Это, во-первых, у розового запах. То есть я так понимаю, что все кракелюры пахнут достаточно сильно таким вот ацетоновым запахом. А верхнее покрытие буквально 5 секунд у вас есть, даже меньше для того, чтобы очень ровно нанести верхнее покрытие на основу. Получается, что когда вы только делаете мазок кисточкой, первый, ну вы же не можете на весь ноготь правильно накрасить. То есть вы где-то половинку захватываете только. Нужно как минимум еще один раз хотя бы провести другую половинку ногти закрасить. Так вот, вы красите одну половинку, а вторая у вас уже начинает растрескиваться. Из-за этого цвет ложится не очень удачно. То есть вот здесь вот, например, на этом ноготке видно, что у меня, вот видите на безымянном, ноготке видно, что здесь у меня уже огрехи пошли. То есть здесь смазано верхнее покрытие. Конечно, стирать не стала, думаю, покажу вам, как оно выглядит на самом деле. Но вот сегодня второй день пошел, в принципе ничего держится, но это, наверное, все-таки за счет того, что ногти у меня сейчас дико короткие. То есть просто, короче, уже некуда. Я все еще отращиваю их, то есть шилок там, шилок там кое-где под низом остался. Ну и не хочу я пока наращивание делать, может быть, к Новому году сделаю перенаращивание. Хочется мне побаловаться просто с лаками. Раз, я себе купила, хотя зарекалась их не покупать, но вот что-то не прошла мимо. Maybelline iStudio. Номер 80 Cosmic Black. Такие вот тени. Господи, купила, вспомнила видео Маши, Маха к нам. Думаю, вот и зачем я их взяла. Потом еще на косметисте случайно наткнулась именно на эти тени. В общем, сейчас у меня с ними сделан макияж, я не знаю, насколько видно. В общем, по качеству мерзопаксные они на самом деле. В общем, они вроде и мягкие, но черный совсем не такой черный, он растушевывается в серенький. Этот вот розовый, не розовый, он получается таким вот грязно-розовым, чуть-чуть коричневатым. То, что вы видели в рекламе Maybelline с этими тенями, это даже близко рядом не стояло. Тени содержат блестки, которые чуть-чуть осыпаются и при нанесении тоже. Сейчас я попробую нанести на руку. У меня как раз здесь тональный крем. Ну, в общем, черный превращается вот в такой серый. О, не видно ничего. Черный превращается вообще просто в серенький такой, а такой розоватый он становится, ну, таким бежевым. Да, бежевым, я бы сказала. Вот так выглядит. То есть розовым там и не пахнет. Подозреваю, что нужно было взять более насыщенный по цвету, чтобы хотя бы на глазах он смотрелся поинтереснее. Взяла новое для меня, не знаю. Просто взяла попробовать, стоит ли не очень дорого. Тени вот такие вот, Nine. Так они выглядят. Сочетание цветов меня просто убило. Такой вот бэби пинг, я бы сказала, да, розовый и салатовый. Мне, в принципе, мне очень нравится это сочетание. Я не знаю, когда, как-то у меня были тени, которые я вот сочетала именно. Но они были не в двойке, а я их отдельно подбирала. Тени мягкие сделаны в Испании. Номер 16, Nine. Немель, не знаю, ни разу у меня не было. Вот так выглядит это. Зелененький. Розовый. Сейчас попробуем на руку. О, на руке вообще ничего не увидите, наверное. Все имеет, они перламутровые, в общем. Тут даже вот. Нет, наверное, не видно. Жаль, как бы, что не видно. Вот так вот еще, да? Чуть-чуть видать. Смотрится, ну, наверное, смотреться они должны неплохо, я так думаю. Тени имеют перламутр и имеют также отдельные серебристые блестки. Ну, что я могу сказать? Ну, масс-маркет и есть масс-маркет, что там говорить. Я думаю, что на базу эти тени будут держаться, в общем-то, неплохо. Это вот такой вот карандашик от Pupa, номер 02, True Lips он называется. Выглядит вот так. Он натурально такого тоже грязно-розоватого цвета. У-у-у, вообще ничего не видно. В общем, бежево-розовый он. У него на конце есть вот такой вот аппликатор. Честно говоря, мне больше бы вот такой аппликатор понравился бы на карандашах для глаз. Потому что у них для глаз идет такой скошенный, и он вообще неудобный. Он не растушевывает, он просто стирает практически все, что вы нарисовали. А вот такой вот кругленький, вот это было бы самое то. Я так думаю, что я его точно буду использовать в качестве именно растушевочки, такой вот именно для глаз. Потому что он мелкопористый, это такой поролончик. Хорошая штука, и я, наверное, его сохраню именно для глаз. Ну, а этим, как обычно, я карандаши для губ не растушевываю. Вот. И последняя моя покупка, это вот такая кисточка из Адора, кисть каблуки. Очень мягкая. У меня есть одна кисть каблуки от Шири Машири. Ерунда полная. Я ее помыла, высушила, высушила так, чтобы на нее водичка не попадала. И все равно она начала лезть. Она лезет с такой силой, что просто, ну вообще, ей невозможно ничего нанести на лицо, чтобы вы потом не отплевывались от волосочков. Тем более она белая. Это вот черненькая такая, очень мягкая. Сегодня я пробовала ей наносить минеральную пудру свою. Мне понравилось. Мне понравился эффект. Мне понравилось, как она набирает. Мне понравилось, как она отдает. Можно ей подправить великолепно. Можно и под глазами, вот в районе глаз, да. И можно проработать самые маленькие, как бы, складки, носогубные. Вот в этом месте. Так что, мне кисточка понравилась. Я присмотрелась еще к кисти от Буржуа. Кабуки. Причем от Буржуа их было две разных. Но, честно говоря, мне почему-то не понравилась ни та, ни другая. И все-таки выбрала я изодору. Может быть, это не совсем такой правильный выбор. Я не могу объяснить свои ощущения по поводу, когда вот я выбирала эти кисти. Почему-то вот глаз упал на изодору. Ну, не знаю. Вот все мои покупки. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь, комментируйте. Всем всего доброго. До свидания.